В этот день во Дворце культуры Черкеска буквально яблоку негде упасть. Ознакомиться с вакансиями, что представили здесь крупнейшие работодатели республики, пришли как соискатели, так и те, кто в скором времени закончит учебу в вузах и сузах Карачаева Черкесии. На старте мероприятия к собравшимся землякам обратились почетные гости ярмарки вакансии. Председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов и заместитель полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Владимир Надыкта. Очень отрадно видеть такое большое число молодых людей сегодня в зале. Это показывает большую заинтересованность их в сегодняшнем мероприятии и, конечно же, желание сделать правильный выбор в своей судьбе. Потому что сегодня у вас только начинается жизненный путь, и от того, насколько будет интересно, насколько комфортно и за делом на будущее вы увидите свою сегодняшнюю профессию, вы и дальше будете расти и развиваться. А вместе с вами будет развиваться ваш район, республика, наша страна, Россия. На сегодняшний день субъект делает все возможное для того, чтобы для наших молодых выпускников предоставлялась и образовательная площадка. Я даже расскажу, в прошлом году глава республики принял решение о разработке трехуровневой модели образования для того, чтобы рынок труда получал нужные специальности. Первый уровень – это школьная база. Второй уровень – это среднее и высшее образование и уже работа. На сегодняшний день Министерство образования совместно с заинтересованными отраслевыми министерствами разрабатывают этот механизм. С 1 сентября уже будет внедрена в школьную систему профориентация детей. Очень важно для того, чтобы ребенок формировал свое мнение на этапе школы. После приветственных речей почетные гости пообщались с работодателями и соискателями, поинтересовавшись условиями труда, уровнем заработной платы и числом вакантных рабочих мест. Всего на ярмарке зарегистрировались 30 крупнейших работодателей Карачаева-Черкесии, которые представили более 800 вакансий. Владимир Коренько по профессии – сантехник. Эта специальность считается дефицитной, поэтому без работы он точно не останется. В целом на ярмарке соискатели могли выбрать работу в сфере промышленности, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, гидроэнергетики и образования. Нас очень радует, что у нас сейчас так много гостей, так много людей, очень здорово. Заявили желание у нас участвовать 27 работодателей, но ждем еще по звонкам, были еще люди. На данный момент остро требуются у нас специалисты в медицине, в образовании, также учителя, ну как я уже сказала, слесари, механики, наладчики, сборщики, инженеры. В рамках ярмарки работала специальная зона, где соискатели могли провести онлайн-собеседование с работодателями, плюс консультационные пункты для участников СВО, членов их семей, а также граждан, имеющих инвалидность. Пользовался популярностью и стенд Республиканского военкомата. Анатолий Бочаров сейчас работает поваром, но военная тематика влекла его с детства. А еще он патриот своей стороны, поэтому решил узнать условия поступления на контрактную службу. Вы знаете, я задумывался еще в детстве записаться в армию, хотел пойти в артиллеристы, но судьба вышла так, что пошел на повара, сейчас работаю по этой специальности. Ну, все равно интересуюсь военными новостями. Я видел довольно много и молодых, и более взрослых людей. Ну, как сказать, началось это примерно в 10 часов. За это время подошло уже человек, наверное, 15, а может и больше. Очень много патриотов, очень много людей, которые изъявили желание подписать контракт. А еще участие в ярмарке приняли организации высшего и среднего специального образования. Они помогали тем, кто только выбирает будущую профессию, помогали узнать о самых востребованных специальностях. Приехали рассказать нашим будущим абитуриентам о всех плюсах нашего учебного заведения, какие плюсы оно дает и в последующем, что он может дать как человеку, как профессионалу, чтобы он в будущем устроился по профессии и мог приносить пользу нашей республике, в первую очередь, а потом уже нашей стране. Кроме того, в ярмарке приняли участие карьерные консультанты центров занятости. Они помогали соискателям подбирать наиболее подходящие вакансии с учетом их жизненной ситуации. Также работала площадка по профориентации школьников и выпускников СУЗов и ВУЗов республики. Напомним, что это не первая в Карачаево-Черкесии ярмарка вакансий подобного масштаба. Практическую пользу от них уже ощутили сотни жителей республики. Арнес Чуков, Фатима Куршева, Саид Исмейлов и Айвар Барануков. Архиз 24.